МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Москва, Тель-Авив, Капагабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Осетия и Рештон». В эфире программа «Битва фамилий» и я, ее ведущая, Виктория Базгадзе. Коротко расскажу о том, чем мы сейчас будем заниматься. В нашу студию традиционно приходят представители двух фамилий. Это самые сильные, самые стойкие. А эти отважные люди будут проходить ряд испытаний, которые я любезно для них приготовила, и зарабатывать баллы. Чем больше баллов, тем выше фамильные башни, которые мы будем строить в процессе игры. Ну что ж, на самое время познакомиться с нашими фамилиями. Три мушкетера и дартаньян, фамилия Бесовы. Три дартаньяна и мушкетер, фамилия Сокаевы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, давайте познакомимся с вами поближе. Наши капитаны команд, потрясающий человек, энтузиаст, волонсер и режиссер по свету, художник по свету Алик Бесов. Алик, привет. Как твои дела? Здравствуй, все прекрасно. Потрясающе. Расскажи, пожалуйста, кто сегодня с тобой пришел? Со мной сегодня Олег, Чермен и Ира. Расскажи, пожалуйста, немножечко про них. Олег учится в школе диалог в 10 классе. Чермен у нас студент ГМТ, учится на механике. И Ира представитель Российскохозбанка. Я думала, тоже Ира где-то учится. Олег, расскажи, пожалуйста, немножечко про ваши фамилии, немножечко истории, может быть, про каких-то великих людей, значимые события. Легенда гласит, что наша фамилия произошла от Габа, потомка Озбагатара. Бесол, проправнук Габа, у него было семь сыновей. И три фамилии, которые произошли от Бесола, это Арсагов и Гасинов, ну и Бесолы, соответственно. После разделения земель среди потомков Озбагатара представителям нашей фамилии достались в основном садонские рудники. И вообще вот мужчины в основном были шахтерами и основали целую династию шахтеров. Ну, среди нашей фамилии, представителей нашей фамилии в основном это врачи, юристы. Самые известные такие представители фамилии это Брак Бесолов. В 18 веке он построил много родовых башен. Кудайнат Бесолов в Дагоме был избран одним из четырех народных судей. Александр Бесолов, генерал-майор милиции. Ну и на самом деле могу перечислять и перечислять. Замечательно, спасибо большое, Алик. Какой настрой у вас на сегодняшнюю игру? Боевой. Боевой, готовы побеждать? Готовы? Конечно. Замечательно. Ну что ж, капитан следующей команды импузантная, великолепная, лучезарная, ведущая новостей на ГТРК. Аланья Фатима Сокаева. Аплодисменты. Фатима, привет, как дела? Привет, Вика, все отлично. Замечательно. У меня тоже все хорошо. Я рада. Фатима, расскажи, пожалуйста, с кем ты сегодня пришла? Ну я пришла сегодня с Мариной. Я пришла сегодня с Мариной. И я пришла с Сосланом. С Мариной? Да. Нет, это Сослан. Собственно, Марина у нас сотрудник детского сада, то есть отдел от кадров. Этот человек очень важный в компании, который набирает людей, потому что набрать людей в детский сад, понимаешь, да, дело ответственное, нужно подобрать человека, чтобы он все-таки с детьми умел общаться, как минимум. Вот, Марина у нас тоже, кстати, сотрудник детского сада. Меня выбрали. Да, но здесь уже такая работа, уже более тесный контакт с детьми, она непосредственно воспитатель у нас. Вот, воспитывает поколение подрастающее. И Сослан, собственно... Работник детского сада. Нет! Ты почти угадала. Это один из лучших мастеров по плиточным работам нашей республики. Кстати, он сейчас у вас в соседнюю студию, там, по-моему, закладывал. Мы случайно его встретили здесь, знаешь, и позвали с собой. Кто-то, я думал, знакомое лицо. Да, если надо будет что-то, обращайтесь, может, через меня. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, теперь немного о своей фамилии. Ну, я, короче, чуть-чуть расскажу, наверное, все-таки. Мы, наша фамилия, по легенде, опять-таки, да, идет от сына Найфона, Шока такой был сын. Жили они в Куртатинском ущелье, Горная Корца. Ну, и, собственно, когда Осетия присоединилась к России, вот наша фамилия, в том числе, представители нашей фамилии, имели честь в числе других горцев спуститься на равнину, скажем так. Ну, и с тех пор начался такой захват земли, скажем так. Сукаевыми. Ярких представителей нашей фамилии много, я перечислять их не буду, потому что у нас ограниченное время, как я понимаю, час, да, мне нужно больше на это. Ну, собственно, у нас есть и в политике, и научные работники, и работа в образовании, и спорта. Что еще могу сказать? Кстати, могу сказать, что на сегодняшний день собрано геологическое древо нашей фамилии до 14-го колена. Это, на самом деле, огромная редкость. Это круто, да. Да, и поработала над этим Диана Сукаева. Я считаю, это каждый должен знать. Это кандидат филологических наук, сотрудник СОКПИ, и мы этим гордимся. Это круто, давайте похлопаем. Спасибо. Как много интересного вы рассказали, я вряд ли смогу такое же рассказать. Ну что ж, дело не во мне, и мы продолжаем. Давайте перейдем к нашей интеллектуальной битве. Сегодня у нас будет 5 конкурсов. Ваша задача внимательно слушать меня, быть настроенной на победу, и просто хорошо проводить время. Вы готовы? Готовы. Отлично, мы начинаем. Давайте тогда сначала определимся, кто у нас будет первый, капитан команды Фатима. Пожалуйста, подходи ко мне. Алик, и ты, подходи ко мне. Если вы смотрели предыдущие выпуски, становитесь вот здесь. Сейчас очень будет сложное начало нашей битвы. Вам нужно быть сейчас предельно внимательными и очень хорошо меня слушать. Вы готовы? Конечно. Сейчас посредством одного конкурса мы узнаем, какая из команд, какая из фамилий начинает первая. Вы готовы? Да. Конкурс начинается, камень называется «Камень. Бумага». Это очень сложный конкурс. Все по-взрослому решение. Все по-взрослому, никаких шуток, да, как бы нужно заявлять о себе, как о серьезном заведении и мероприятии. Размяться можно, можно потренироваться там. Сначала давайте фейс-ту-фейс. Отличная дверь. Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Что это? Пока что ничья. Давайте дальше. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Мне кажется, по-другому. Сукаева начинает первый. А, это плохо или хорошо? Все. Это я не знаю. Давайте посмотрим. Сукаева начинает первый. Уступил просто, Даня. Ну что ж, присаживайтесь на диванчике, а мы начинаем. Первый конкурс называется «У вас спина белая». Участники становятся в один ряд и объясняют слова впереди стоящему участнику. У каждого свое слово есть на спине. И позади стоящий должен объяснить слово впереди стоящему человеку. При этом, друзья, вы не используете однокоренных слов. И, соответственно, впереди стоящий человек должен угадать это слово. Что ж, у вас есть полторы минуты. Они начинаются прямо сейчас. Поехали. Она не рыба, не человек женского рода. Она? Господи. Что значит не рыба, не человек? Ну, у меня для станок. Кто она? Русалка. Правильно. Правильно. Туда ходят люди, чтобы посмотреть культурное такое вот... Музей? Рядом почти еще что не музей, а такое не кинотеатр, а... Театр? Да. Правильно. По ней гуляют. А тропинка? Нет. Именно прогуливают. Прогуливают в парк? Нет, там бывают всякие красоты. Музей? Нет. Наводи, наводи, что там еще? Что там бывает? Там бывают растения, цветочки. Дендрарии, не знаю. Внутри парка бывает. Внутри парка бывает. Длинная. Давайте пропускать слово, давайте пропускать. Все, беги назад, Варина. Беги назад, это не засчитывается. Помимо того, что мы хотели купить стиралку и там еще что мы купили, мы вот это хотим купить. Диван? Да. Правильно. В Древней Египте такая она форма. Пирамида? Чья? Этого какого? Кто он там был? Кто? Параон. Низой. Хеопс. Правильно. Мы уже говорили об этом, это не музей, туда ходят люди, чтобы... Кинотеатр. Да. Правильно. Последний слой. Топ игра. Ну что ж, как вам сегодняшний этот конкурс первый? Отлично. Да. Это очень интересно. Почувствовали азарт, и это только начало, друзья. Как вам? Вы усвоили все правила? Вы поняли, где нужно быть лучше? Интересно. Лучше. Интересно. Че тогда? Ну что ж, тогда следующая команда, фамилия Бесоловой. Парни юная лейри, готовы? Готовы. У вас есть полторы минуты, они начинаются прямо сейчас. Поехали. Их отправляют в ВК вместо смайликов. Стикеры. Стикер. Правильно. Президент среднего века. Кто власть держал? Не. Кто власть держал, другую? Готовы. Не. Ну. Король. Да. Правильно. Художник пишет. Художник пишет что? Картинер. Правильно. Санта-Куалс любит или дед? Скорее всего, Санта-Куалс больше. Через него любит залазить в дом. Подарки прятать. Правильно. Крыша где находится? Крыша на здании. Ой, труба где находится? Труба на крыше. Блин. Крыша. Крыша правильно. Детское развлечение. На чем катаются дети? Да, о чем катаются дети? Санки. Нет. Мелосипед. Нет, еще. Самокат. На детской площадке что бы? На детской площадке. Дальше, дальше, дальше. Проходи. Ладно, давай, дальше. Что любят дети? Они кушают, любят это. Хорошо? Нет, сладкое. Что это? Конфет? Да. Правильно. Два колеса, транспорт. Велосипед? Но не велосипед. Два колеса, транспорт, но не велосипед. Самокат? Качели? Нет, быстрее, экстремальнее. А ему? Дальше. В нее угадали? В нее кладут вещи. Пошли, не слава. Шпат, шпат. Ступочка. Стоп игра, стоп игра. Дайте аплодисменты. Ну что ж, друзья, хотите ли вы узнать счет первого конкурса? Очень довольная. Как вы думаете, кто победил? Мы. 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 Я скажу вам сейчас счет. Это 4-6 в пользу. Фамилии Бессоновые. И вам предоставляется право первым развести первый этаж или фундамент вашей фамильной башни. Кто это будет делать? Талик. Вот пусть. Пусть она. Красная леди. Ирина, аплодисменты. Очаровательная леди. Думаю, впервые у вас появилась возможность развести фундамент или первый этаж вашей фамильной башни. Давайте аплодисменты. Не угасают. Это же исторически важная цель. Ей. А мы продолжаем. Ну что ж, следующий конкурс называется «Ребусы». Играют команды одновременно. Выходит по одному и подходит к нашим замечательным кнопочкам. На наших потрясающих экранах, а они именно потрясающие и ничем не меньше, на наших потрясающих экранах появляются эмодзи, эмодзи, или в простонародье смайлики. В этих смайликах зашифрованы названия фильмов. И вы должны будете угадать, что-то там появилось, что-то подумали, подумали, таки поразмыслили, опачки, нажали, сказали ответ. Если вы сказали это неправильно, право голоса переходит к следующей команде, они тоже нажимают и говорят. Если обе команды ошибаются, я говорю правильный ответ и не засчитывается никому. Игра на время у вас будет полторы минуты, играют участники все. Всем понятно все? Потрясающе. Ну что ж, давайте первые участники, Фатима, Алик, выходите к нашим замечательным кнопкам, а следующие участники будьте наготове. Я напоминаю, что на экранах команды при этом не подсказывают. Участники, сидящие на диванчиках, не подсказывают молчать. Хорошо, даже если очень хочется сказать «Фатима». Нельзя. Аналогичная ситуация. Если вдруг хотите что-то сказать Фатиме, не говорите. Ну что ж, появляются у нас эмодзи, смайлики. Название фильма. Говорите, фильм, да. Вы угадали или не угадали, первая картинка прошла, меняетесь. Все понятно? Да. Ну что ж, друзья, у вас зеленая кнопка, у вас красная. У вас есть полторы минуты, и они начинаются прямо сейчас. Поехали. Нажимайте. Кролев. Правильно, кролев, меняетесь. Правильно, у них. Проходи, проходи. Один дома? Нет, не один дома. Давай поразмышляй, что это может быть. Мы можем пропустить, если хотите. Ну да, давайте. Давайте следующую часть, следующую часть. Следующая картинка. Смотрите, давайте. Крест, пистолет. О чем это может говорить? И человек. Убить Билла? Нет, не убить Билла, нужно нажимать на кнопку. Да. Ходом. Давайте. Крест. Опускай. Коснотес. Крест. Давайте сделаем прилагательное с первого смайлика. Нажимай, если хочешь ответить. Нет, не хочу ответить. Прилагательное давайте сделаем с первого смайлика. Ладно, следующее. Выпускаем. Сейчас мы в фильме. Давай. Что такое? Я хочу понять полностью. Наверное. Давайте мыслить нестандартно. О чем говорят первые две... Первые два смайлика? Адреналин? Нет. Ну, смотрите, убийство это по сути что? Вот, пистолет, убийство. Сериал. Нельзя красиво. Убийство это не все. Убийство мозга, да? О господи. Как круто. Карты деньги двадцатого. Правильно. Карты деньги двадцатого. Нельзя. Карты деньги двадцатого. Стоп игра. Ну что ж, вы готовы узнать результаты моей дорогой, потрясающей фамилии? Готовы? Нет. Нет. Ну, для кого-то нет, а для кого-то да. Счет у нас 2-0. Это было несложно посчитать самостоятельно. Побеждает у нас опять фамилия Бесоловы. Аплодисменты. Друзья, скажите, кто в этот раз будет ставить второй этаж фамильной башни? Я думаю, это будет Чермен. Чермен. Ты готов? А? Механик. Механик Чермен. Все. Спасибо. Пожалуйста, да, хотите, проходи. Друзья, поддерживаем. Давайте поддержим механикам Чермену. Почему его не потеряли? Ну что ж, а мы продолжаем. Конкурс номер 3. Музыкальная пантомима. Команды играют по очереди. От каждой команды мне нужны будет два участника. Один из них будет находиться в наушниках и слушать свою замечтательную песню. В это время в студии будет играть совершенно другая песня. И задача у остальных участников команды, которые не находятся в наушниках в этот момент, как-нибудь показать, спеть песню, чтобы участник со своей мелодией угадал, что же это за песня. Все ли вам понятно? Потрясающе. У нас в прошлый раз начинали Сукаева, сейчас начинают Бесоловы. Два человека мне нужны от вас. Потрясающе. Алик и Ира. Кто из вас будет угадывать песни? Угадывать? Твою. Так. Группа поддержки. Так, надеваем наушнички. Слышишь, какая музыка потрясающая? У меня, по-моему, кровь пойдет пока. После этой протестуры. Все будет хорошо. Алик, слышишь меня? Алик, как дела, Алик? Зеленый цвет тебе абсолютно не к лицу. Не к лицу тебе зеленый цвет, и хорошо, что ты это сейчас не слышишь. Ну что ж, вы присаживайтесь. Я тебя приглашаю вот сюда. Вот так вот. Можешь положить себе это в кармашек. На этот конкурс, друзья, вы смотрите внимательно. Нужно будет собраться, как-то посовещаться. Может, как-то научиться читать мысли друг друга. Алик нас не слышит. Алик, все хорошо? Оп-оп-оп, вот так вот. Музычка хорошая. Давай потанцую. Потрясающе. Алику хорошо. Ты вот так вот стоишь вот так. Оп. Вот так вот. В этот момент будет звучать музыка. Их будет несколько песен. И вы должны будете угадать, точнее, показать Алику, что это за песни. Вместе, да? Напоминаю, твоя задача угадать песни, которые будут показывать тебе твои коллеги, твои родственнички. Ну что ж, у вас есть две минуты, они начинаются прямо сейчас. Первая песня. Встаем, встаем, встаем. О, мои движения, мои движения. Почему мальчики танцуют, а ты не? Давайте. Пара-пара-пара, мало половин. Давайте, шутки. Почему нельзя проговаривать? Можно. Давайте. Ну что, это же не очень. Давайте еще раз. Мало половин. Давай, покажи это движение. Мало половин. Потанцуйте. Показывай, я не слышу. Давайте все вместе, 3-4, поехали. Давайте. Риша Мажорда. Слой налжен. Слой налжен. Дальше. Сердце. Бори. Ты мое сердце. Нет. Риша Мажорда. Риша Мажорда, ну ты шо? Риша, дальше. Давайте следующую. Давайте. Синенький скромный платоччик. Падал с опущенной. Дальше. Тойка. Риха Мажорда. Смолен. Солнце мое, взгляни на мина. Давайте. Кукуша. Кукуша. Моя ладонь превращается к складу Да, ладно Солочь! Солочь кукушка! Сожжай молодой! Кукушка! Моя молодость превратилась в класс! Моя молодость превратилась в класс! Превратилась в класс! Дальше! И дальше все нет! Давайте объясняйте! Вы очень любили! Давайте аплодисменте! Алик, внимательно смотри! Моя ладонь превратилась в кулак! И если есть порох, дай огня! Вот так! Давайте аплодисментики друг другу старались как могли! Алик, скажи, пожалуйста, насколько тесно ты связался с творчеством Оленьки Бузовой? Вообще никак! Мало половин ты не слышал? Не слышал! А клипчик смотрел? Нет! Вот так вы же тебе танцевали! Ну я не смотрю, не увлекаюсь Оленькой Бузовой! Друзья, давайте еще раз аплодисменты! Да, это реально! А мы переходим к вам! Кто будет самая модная, четкая и независимая? Есть музыка? Ой, только медленно отключай, пожалуйста, а то я боюсь! Знал, я подготовился Бузовой бы послушать! Хорошо? Лёва! Хорошо? Нет, как ты говоришь! Все хорошо, да? Все хорошо, я поняла! Вот думал, 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 потом... Ну то, что она такая распространенная... Конечно, мы тебе публичок включили! Господа, у вас есть две минуты! Можете встать, как-то активно показывать все, у вас есть две минуты и они начинаются прямо сейчас! Поехали! Давай! ПОЕТ 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 Правильно! Музыка ПОЕТ 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 ШАРМАНКА ШАРМАНКА ПРАВАНИН Еще! Давайте показываем! ПОЕТ Ух, ух, как пожар! Давайте другую! Дальше, дальше можно? Давайте! Двигайтесь! Остановите! Вите! Вите надо выйти! Давайте дальше! Елочка, хоровод! Хоровод! Елочка, елочка! Маленькая елочка! Сигури! Си-ия-к init! Давайте другую! Дальше! Мне кажется, ты не хочет, чтобы я тебя наушники забрала. А ты в курсе, что не угадала песни? Совет настроение шиба! Мой гир証, mujer dela? Киркоров. Вот борода мне летучно смутила. Киркоров Киля, ну ты что, не угадала. Молодцы, хорошо поработали. Ну что ж, друзья, как впечатление от конкурса? Отличный. Ты уже не растерялась, собралась? Нет, будет ты. Она была собрана. Как вам конкурс? Отличный конкурс, познакомлюсь в следующий раз. Творчество мой любимый. Ну что ж, наш счет 1-4. И в этом конкурсе, ослепительно и музыкально, побеждает фамилия Сокаевых. Ну что ж, фамилия Сокаевых, кому предоставляется возможность возвести фундамент вашей фамильной башни? Нашему миломану Фатиме. Фатима, аплодисменты Фатима Сокаева. Летячий поход, когда заходит нашу публикурку, превосходит фундамент фамилии вашей Сокаевой. А впереди следующий конкурс. Конкурс номер 4. Правда или вымысел. Сейчас мы проверим, насколько эрудированы наши фамилии. Они будут приглашаться по одному к нашим уже излюбленным кнопочкам. Я буду говорить фразы. Допустим, что Париж — это столица Франции. Они нажимают кнопочку и говорят, это правда или неправда. Если их ответ совпадает с действительностью, то они зарабатывают 1 балл. Соответственно, опять играют все участники из команд. По одному выходят и нажимают кнопочки. И у нас на этот конкурс сдается 2 минуточки. Все ли вам ясно? Потрясающе. Кто будет первый? Ой, тяжело. Сама теперь встаю. Утопили. Ну что ж, у нас начинают мужчины. Вы готовы? Главное внимательно слушать меня. Вы готовы? Да, я не слышу. Да, мы готовы. Ну что ж, у нас есть 2 минуты, они начинаются прямо сейчас. Поехали. Правда ли, что один из первых трамваев России был пущен во Владикавказе? Да, по мосту. Это правильно, отлично. Следующие участники. Правда ли, что крокодилы плачут? Нет. Да, у них льются слезы. Следующие участники. Почему ты не нажимаешь? Черная мамба, черная? Да. Да. Нет. Она серая. Следующие участники. Правда ли, что проспект Мира во Владикавказе назывался Нестеровским бульваром? Нет. Да, он так назывался. Присаживаемся. Больше всего часовых поясов во Франции? Нет. Да, 12. Следующие участники. Правда ли, что сумма квадратов длин катетов равна квадрата длины гипотенузы? Нет. Я не знаю, как они считают. Да, теорема Пифагора. Присаживаемся. Следующие. Правда ли, что писатель Гулгака проработал русском драматическом тексте? Мечеть во Владикавказе? Кто? Да. Да, это правда. Следующие. Правда ли, что растения дышат? Да. Я не знаю, решите это вместо меня, следующие участники. Но это правда, да. Правда ли, что белый медведь и мегвины никогда не встречаются? Да. Да, белый медведь живет на Северном Полюсе, а пингвины в Арктике и Антарктиде. Правда ли, что черная нитка крепче, чем белая? Нет. Да, она крепче. Следующие. Суницкую мечеть во Владикавказе построил азербайджанский царь? Да. Да. Азербайджанский миллионер нефтепромышленник. Правильно, следующие. Правда ли, что у Юлиции изрекло кольцо с надписью «Все пройдет» и это тоже? Нет, оно было у Соломона в следующей участнике. Правда ли, что в Средиземном море самое соленое из всех морей? Нет. Нет, правильно, соленое, самое красное, самое соленое. Самое известное башня Лондона называется «Биг Бен». Да. Да. Нет, согласно официальности, название сооружения «Башня Елизавета» и «Биг Беном» называется «Колокол». Как сложно вырезать. Эллибрус, потухший вулкан? Да. Да, это правильно. Больше всех кофе пьют бразильцы? Да. Нет, шведы. Тальтуниками являются только мужчины? Да. Да. Это конец? Блин, я не хочу. Ну что ж, вы хотите узнать результаты? Да. Как вы сыграли? Мы выиграли. Играли. Ну, не больше. Да, как бы, знаешь, так. То, чтобы как бы я тут главная, да, ну, увы. Ну что ж, а сейчас я расскажу вам о результатах. Ну что ж, результаты нашего конкурса 4-4 ничья, но, к сожалению, в нашей программе не может быть такого, поэтому сейчас нужно будет решить вашу судьбу, а конкретно вашего капитана Фатима. Фатима, иди ко мне, ты же такой-то. Алик, ты тоже иди ко мне. Сейчас будет не время, сейчас будет один единственный вопрос. И вы сейчас этим одним, единственным вопросом, вы должны решить судьбу своей команды, потому что там у нас два, там у нас один, и если что-то пойдет не так, то может что-то пойти не так. Понятно, так что на все усложнило. Ну, один вопрос. Одна попытка. Вы готовы? Вы готовы? Да. Ну что ж, кто быстрее? Поехали. Ранние опыты создания осетинской письменности были на основе кириллицы и грузинского письма. И чего грузинского? Письма. Пусть будут кириллицы. Ранний опыт, это правильно ли это высказывание, что ранние опыты создания осетинской письменности были на основе кириллицы и грузинского письма? Да, нет. Да. Это правильный ответ на этот вопрос, что нас убеждает фамилия Сухаевы. Да, счет у нас командный. 2-2. И сейчас вы устраиваете второй этаж вашей фамильной башни. Кто это будет делать? Марина. Марина, давайте две Марины. Две Марины. Давайте, да, две Марины. Давайте аплодисменты Марине. Впереди последний конкурс. Конкурс номер 5 называется «Робот Люся». Да, есть у нас робот Люся на телеканале, и она очень хочет стать звездой. Соответственно, она будет сегодня для вас петь песенки. Объясню. Команды играют у нас по очереди. Сначала будете вы, потом будете вы. И в нашей студии появляется замечательная робот Люся, точнее ее голос, и она нам будет петь известные песни, но так как она робот, это будет немножечко искаженный вариант. Поэтому, друзья, вам нужно будет угадать, что это за песня в исполнении робота Люся. Но отнеситесь, пожалуйста, с пониманием, она хоть и робот, но очень иронима. Ну что ж, вы готовы? Готовы. Потрясающе. Сначала начинаются кайфы, при этом бессолово молчат, впитывают информацию, слушают Люсю, наслаждаются, аплодисментируют, окей? Замечательно. Ну что ж, вы готовы? Угадываем все вместе, да? Да. Люся начинает нам петь, вы понимаете, что это песня, и выкрикиваете. Любые бредовые варианты нужно выкрикивать, чтобы прийти к истине. Полторы минуты дается на конкурс, поэтому нужно быть быстрыми. Потом считать буду. Вы готовы, друзья? У вас есть полторы минуты, и они начинаются прямо сейчас. Люся, пой! Невозможно рассказать вам историю мою, очень сложно, вспоминаю словно... Невозможно рассказать, что за песня? А студио, а студио, улететь ли, улететь, улетаю, улетаю, правильно, следующая песня. Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение, и холода заодно не помеха. Пока мы здесь в теплой постели, волосы волны по твоей шеи. Касание трепетно и безмятежно. Дальше нельзя. Мы, видимо, нашли то, что долго мне понахит. Парадо-прадо. Гуччи, держи, наряды не надо, мы и так в порядке. Ой, Бандерас. Бандерас, 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 ну ничего, как называется песня? Плюс удобное кресло, и всем расслабиться. Шоу начинается. Шоу начинается, Манхэттен какой-нибудь. А, нет, нет, еще вот другое. Песня как называется? Вот я расправлю, ну как песня. В любви в каком наряде. Все подруги на танцах, а я кусаю пальцы, думаю, я все только про тебя. Да, я, 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 говори со мной тише. Подойди ко мне ближе, ближе, обними меня так, как будто я уже... Это что? Это Лазарев? Это Лазарев? Дима Билан? Или Лазарев? Или Дима Билан? Это и не Лазарев, я не Дима Билана Билану 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 Билану. Иначе она типичная женщина, она будет потом плакать, давайте плакать буду, плачут буду, слушайте я. Вы готовы? Я напоминаю, что у вас есть полторы минуты, они начинаются прямо сейчас. Люся. В конце туннеля яркий свет слепой звезды, подошвы на сухой листве оставят следы, еще под кожей бьется пульс и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра, останусь светом на щеке, останусь светом в далекие. Я для тебя останусь в мире, в котором я живу, не делиться на счастье, пока в нем есть любовь, знать не в снах, а наяву. Каким бывает счастье, делить его с тобой. Жила-была девочка, золотистые курсы, не била огонь и лед, небо. Солнце и грузы, я знаю пароль, я вижу, ориентир, я верю только в это. Любовь спасет мир, я знаю пароль, я вижу, ориентир, я верю только в это. Давайте следующее. Любовь спасет мир. Неоправдана твоя ко мне жестокость, довольно нескромно, и за пару дней мне стало одиноко, невольно. Я скована, ты мне совсем не враг, я прошу, сделай мне навстречу шаг глупо, но не смешно. Уютное кафе на улицах, сплетенное мидер, красное вино из местных погребов, больших шатот, ты можешь говорить, что это только глупо и мечты на флангах, у меня все, видимо, немного круче, ведь завтра. Да, это вообще круто. Есть варианты. Это есть варианты? Это было, а завтра в 7.22 я буду. Ёлочка. Чарование, слезки, это очень печально. Ну что ж, друзья, счет этого конкурса 2-1, и он в пользу фамилии Бесолуэш. Это означает, что в нашей передаче «Побежать фамилия Бесолуэш» вам предоставляется право поставить третий этаж вашей фамильной башни, и я думаю, что стоит сделать это всем вместе. Друзья, аплодисменты. Давайте будем дружно поддерживать, ребята, мы спокойно. Третий этаж вашей фамилии «Побежать фамилию Бесолуэш». Только третий, ну ладно. Аплодисменты, друзья. Фамилия Сукаевых. У нас нет проигравших, вы знаете, выигравшие все те, кто просто к нам пришли. Друзья, расскажите о своих эмоциях сейчас. Понравилось. Главное, чтобы был позитив. Главное, чтобы все честно было. Честно, непредвзято. Никто мне взятку не давал. Вы правы, друзья. Скажите свое слово как победителей. Давайте, веское такое. Сильные соперники нам достались, достойные. Прям вот мурашки пробежали аж по коже, размером с кулак. Спасибо вам. Да, это программа «Битва фамилии». Мурашки у нас исключительно размером с кулак. Ну что ж, друзья, давайте пожмем друг другу руки. Друзья, дайте благослови, пошлим друг другу руки. Это была программа «Битва фамилий». Сокаева, если вы вдруг захотите взять реванш, вы всегда можете это сделать. А также, если вы вдруг хотите взять реванш, вы всегда можете это сделать. В любви, мы придем. В «Фамилии» вы тоже можете прийти к нам в программу и посоревноваться в интеллектуальной «Битве». «Битва фамилии». Друзья, давайте обманулся. Ребята, это замечательный канал. Вечер, познакомились, узнали друг друга. Там прекрасно. Давайте, Машечка.